всего вам самого лучшего спасибо если какой-то эзотерический способ стать крестный для малыша но не крестить церкви может талисман для ребенка и защита почему так люди боятся этого крещения что с вами такое происходит ну есть у нас в нашей наверное ментальности желание крестить для чего это вообще делают это возможность приблизить к себе человека который является другом еще ближе то есть крестная мать таким образом является гораздо ближе человеком то есть вас выбрали и вы как тот человек который является ну нравится этой семье то вас выбирать для того чтобы вы были ближе для этой семьи это говорит о том что они хотят видеть вас поддержку и это вообще обряды хорошие чем они хорошие а что плохого объясните то что крестики поставят в разные места ребенку а что такое крестики друзья мои крестики это плюсики плюсик на коленочках ставят для того чтобы ножки всегда шли в правильном направлении на лобиков чтобы он добавлялся на руках на левой руки чтобы принимала на правой чтобы могла торговать до отдавала и так далее на затылке чтобы лежал комфортно чего вы боитесь то какие проблемы возникают кто вас так напугал этим почему вы так сильно боитесь этого нет никаких предпосылок вообще это же обычные обряды они ни с чем не связаны они не болезненные они не страшны это веселый обряд где ребенка омыли в предварительно очищенной воде где иисус христос своими наверно событиями откупил грехи человеческие где ребенка помыли там очистили поставили ему плюсик пожелали ему добра в чем дело ничего не могу понять что с вами то смело идите вообще мы как эзотерики мы за религию любую мы за христианство и за буддизм мы просто чуть чуть больше знаем понимаете то есть мы не против точно потому что мы тоже то система которая верит дополнительно высшие силы просто мы их немножечко знаем глубже пусть не обижаются те люди которые исповедуют какую-либо религию но мы ее эту религию знаем чуть чуть глубже а возможно какую-то не знаем но то что мы знаем это совершенно отличается чем отличается даже если мы начнем рассказывать о том что мы знаем многих людей которые исповедуют определенную религию этих людей может это зацепить и даже оскорбить и обидеть поэтому мы обычно эзотерики занимаемся эзотерикой тихонько чтобы никто не знал и ведем себя как обычные люди то есть придя в церковь я люблю церковь мне нравится место церкви я люблю потому что я знаю что там можно делать что можно делать я обычно подхожу к иисусу христу и говорю я говорю отче иисус христос ты спал спас огромное количество людей у тебя так много боли у было огромное количество кто шел за тобой и ты эту боль накапливал и висел на кресте это боль ты спас нас от этой боли пусть эта боль которая у тебя есть будет расчетом для тех людей которые хотят сегодня чтобы в моей жизни были неприятности пусть это боль чтобы тебе не так больно было пусть эта боль переходит к ним переходит вот к этим переходит вот к этим к тем кого я не знаю пусть переходит к ним к их детям к их родственникам пусть пусть будет у них а то они страдают что хотят моей боли а я не могу дать я счастливый человек ну хоть кто-то должен дать ну и вот так или там какие там есть иконы Божья Матерь, подхожу к Божьей Матери и говорю, Божья Матерь, живи в моей груди, живи в моей груди, потому что я хочу, чтобы там была чистая женская энергия. Если в груди будет чистая женская энергия, и там будет находиться портрет моей жены, Божьей Матери, моей мамы, моей тёщи, моих дочерей, моих детей, то это всё даст и им силы, и мне силы. А я буду ещё одной, наверное, чёткой в руках божественного промысла. Ну и говорю, спасибо Божья Матерь. Супер, что тут такого? Это прекрасно вообще.